Вот вспомните 70-е годы и 80-е, ту же Гаую, куда вы ездили с Акуджавой. Весь этот круг тогдашней интеллигенции в диапазоне от Герта до Сахарова. И все это кануло в никуда. Не возникает ли у вас ощущение, что 70-е годы и 80-е были лучше, чем 90-е? Конечно. Вот и у меня. Ну, просто мы моложе были. Нет, 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 не в этом дело. Что вы прям так чувствуете возраст, Сережа? Ну не надо уж так-то гневить Бога. Сережа, конечно, молодым быть лучше. Тут вопрос в том, но дело не в этом. Не в этом? Не в этом. Это была среда. Абсолютно верно. А почему ее нет? Была среда. Ну, Дим, если правда, то, что из России выхало 15 миллионов, это не фунт изюма. Это последнее время. Вы за последнее время, вы понимаете, что такое ответ? Ну, пусть там такие, сякие, не любили Россию, но многие-то выехали, специалисты, интеллектуалы, которые знали, что они найдут работу, просто кусок хлеба. Это же люди... Ну, у нас была страна, где у всех было высшее образование. Да, постепенно. А все-таки, все-таки был отбор. Понимаете, то, что принес еще интернет в нашу жизнь, кроме замечательных удобств и так далее, в чем-то это разрушение полное. Потому что сейчас любой, пардон, дурак, может завести себе... Правословно. У нас совершенно уничтожилась шкала ценностей. У нас уничтожилось понятие умного образованного человека. Вот вакцины. Ну, кто про эти вакцины реально понимает? Ну, я не знаю. Ну, тысячи человек, специалисты. И все орут. Но все выступают. И все все знают. И по бучке они знают, и все. Все-таки мы биофизики по образованию. Мы не рисковали высказывать свое мнение. Мы звонили коммунологам, настоящим ученым, которые делали это все для того, чтобы разобраться, для того, чтобы понять и так далее. Но сейчас все про все. Про политику, про искусство, про науку. Единственное, почему-то вот когда ракеты запускают, еще не пускаются в обсуждение, какой двигатель лучше поставить. Ну, это тоже трудно, да. Двигатель требует хотя бы внимания возникнуть. Ну, это поэтому, когда мы говорим о среде, был отбор. Отбор единомышленников. Отбор, ну, как одни книжки мы читали. Понимаете? И книга, это был существенный элемент нашей жизни. Да, фактор важный. Понимаете? Я вот на ваш вопрос хотел бы сказать, что была некая стабильность. Нам всем тогда, в 70-е годы, казалось, что и эта фигня, советская власть, навсегда. Поэтому надо как-то... Внутри нее располагаться. Устраиваться. Поэтому вот было сообщество научных работников, я не знаю, филологов. Страты какие-то, я бы устроил. Нет, у Едиков, там, Академгородки, Новосибирске, вот Пущино, где мы в аспирантовой власть, Протвино. Вот такие очаги жизни людей, которые уважали друг друга, которые были интересны друг другу. Я помню, что... Это все были шарашки, в общем-то. Ну, нет, не шарашки. Ну, вот Академический центр биологических исследований в Пущино. В Пущино, да. Вот. Там, скажем, был Институт Белка, и у него был клуб «Желток». И в этот клуб «Желток» регулярно приглашался Натанна Дельман. И он читал все свои последние произведения. Нет, Лакшин приезжал, Фазиль Искандер... Фазиль Искандер свое новое произведение читал. Это было событие. Даже Башлачев был в гостях у Института Белка и так далее. Ну, Юлия Ким, правда, с Юлией Кимом там была некоторая заварушка. Местное КГБ там стало шерстить. Да, Ким себе испортил сильно карьеру, конечно. А вот сейчас... Мои крови жаждут крови. Ну, нет, но я помню, когда в 68-м году вошли войска в Чехословакию. В Институте биофизики было собрание профсоюзное, которое осудило. Осудило. Да. Весь городок осудил. Мы страдали за нашу страну. Но вам, знаете, можно было больше других, потому что вас некем было заменить. В России надо быть незаменимым. Ну, вот часто уехали незаменимые. Незаменимые. А этой потери никто не заметил. Таня, ну ведь не только же из-за отъездов это произошло. Ведь могли бы появиться новые, а на их месте вырос бурьян. Вот это ужасно. Вот это ужасно.